Продолжение следует... 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 Как-то уступала команда. Первая команда, Курске, это огромная команда. Они первая группа. Они scoreны 53%, и они scoreны 88%. И для нас, это невозможно победить. Они очень, очень, очень сильные игроки. И теперь, сегодня, мы играли только один игрокий. И все остальные игроки были французы. У нас есть проблемы с удовольствием Даниэла Адамсу. Мы начали без НДМ, удовольствием Даниэла Адамсу, удовольствием Марьяна Толу. Но это не причина для сегодня. Сегодня Курске будет сильнее. Но невозможно выиграть сегодня. Как вы считаете, кто все-таки выиграет Евролигу в этом сезоне? Как вы считаете, кто выиграет Евролигу в этом сезоне? Я не знаю. Я не знаю. Сейчас это курс против Праге и Екатеринбург. Может быть, финал, русский финал. Нет. Вы знаете, что в этих руках... Это курс против Екатеринбург. Я не знаю. Это тяжело для вас? Потому что, как бы, не знали, что встречаются две русские команды. Она думала, что будут играть с Прагой или с кем-то другим. Поэтому мог бы любой победитель. А поскольку встречаются две русские команды, не еще не известно, кто будет победить. Это очень тяжело ответить, наверное. Потому что, обычно, это не проблема с русским, опять же русским. Но это тяжело. Русский, русский не играет, я думаю. Давайте еще два вопроса. Лидер команды Дюмерк сыграл 31 минуту. Она готова на все сто процентов была, или нет? Сегодня Дюмерк играет 31 минуты. Он будет готова для 100 людей сегодня. Она играет 31 минуты. И что ты сказал? Дюмерк играет 31 минуты сегодня. Она готова для 100%. А, да. Она была готова для 100%. Нет. Какие другие игроки, они устали. Потому что мы сейчас играем с только 7 игроки. И это тяжело. Поэтому они устали, но не больше чем Энди или другие игроки. Она играет 31 минуты. Потому что, в один момент, она должна быть 2. В последний вопрос к тренеру. И все-таки, напоследок, раскрутите секрет, загадку вашей команды. Дома вы вообще не проигрываете, а в гостях проигрываете. Может, у вас какой-то зал заколдованный. В последний вопрос. Какой секрет? Почему вы выиграли дома и выиграли в гостях? Нет. Мы не отборали. Потому что мы делали в Буржуе с нашими фанами. Но не только. Мы делали в больших фанах. И они только были в 33%. Но это 53%. Это не так же. Это не так же. Вау, это трудно сегодня. Уважаем Огустус, Ого Микей, Джей Капсон, Принц. И это за это. Это не вопрос о Буржуе или не Буржуе. Здесь дело не в секрете, а в том, что Курск в Буржуе был маленький процент попадания. Ну, меньше процента попадания, 43%. А сегодняшний – 53%. И дело не в болельщиках, а в том, что они просто хорошо защищались. А сегодня все забивали. И поэтому тяжело было защищаться. И когда вы устали, и когда вы в доме, вы найдете силу с вашими фанами. Может быть. Играешь дома. В этом доме, получается, от болельщиков. Поэтому легче играется. Спасибо большое. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Но некоторые, может быть, даже через силу сегодня сыграли, и сыграли здорово. И поэтому я им очень благодарен и поздравляю их, и считаю, что они заслуженно вышли в этот финал четырех. Пожалуйста, Вопрос еще. Вопрос такого плана. Что сделает Гундерс Ветро, если Динамо вдруг, еще раз скажу, вдруг выиграет Евролигу? Что сделает в первую очередь Гундерс Ветро в этом случае? Уже похожий вопрос мне раз задавали, в обратном направлении. Я отвечу так же, я буду очень-очень сильно рад. И, наверное, слово «вдруг», и если как-то, оно, наверное, неправильно, потому что мы в этом сезоне доказали, что мы можем и готовы обыграть любой соперник. И я не думаю, что мы едем туда на этот финал фор аутсайдером или как-то там сразу готовы выбросить белое полотенце. Мы едем туда на тех же правах, как и остальные четыре команды, и едем туда бороться за выигрыш в Евролиге. Еще вопрос. В прошлый раз вы сказали, что в Бурже вы еще ни разу не были. А как насчет Праги? Это счастливый год для вас? Ну, в этом сезоне, видели, у нас нас сложилось так, что мы там игру выиграли. И я думаю, что пока что, пока что счастливый. Я думаю, что Прага, может быть, и не есть самое плохое место для финала четырех. Поэтому я думаю, что, опять же, повторюсь, будем готовиться, будем думать, и будем думать, как туда ехать, и как этот финал четырех по возможности выиграть. А с УГМК вы уже в этом сезоне сыграли три матча. Впереди матч в воскресенье и в полуфинале в Евролиге. Каково это играть за короткий промежуток времени пять матчей с одной из лучших команд мира? Наверное, случай. Вы знаете, да, этот вопрос вот тоже сейчас, наверное, нам предстоит полтора дня до следующей тренировки. И, наверное, нам надо решить, каким образом подготовиться к этой игре, которая у нас сейчас следующая игра 15-го числа. И как ее играть, и какие цели на эту игру ставить. И я думаю, что и параллельно, как бы, думать уже о игре в финале четырех. Поэтому понятно, что сложно. Еще отвечая, как играть с такой командой, сложно играть. Сложно играть, и еще намного сложнее их обыгрывать. Но поскольку нам два раза это удалось, я думаю, что у нас есть все шансы где-то, где-то, еще раз их где-то зацепить. Еще вопрос есть? Ну, тогда давайте поздравим нашего тренера. Нет, я вас всех поздравляю. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.